Горький Горький Внезапная смерть, она родила пятого ребенка, девочку Машу, сестра Толстого, и умерла там непонятно даже от чего. Толстой фактически не знал свою мать и портрета ее не сохранилось, потому что вообще не было ее портрета. Она была некрасива, видимо не позволяла себя рисовать. И Толстой даже не знал ее внешнего облика, но при этом боготворил мать. Вот у Толстого был культ матери. У него в позднем дневнике уже старик, он пишет, что вот тоскливо на душе, тяжело, плохо, выхожу в сад. Кому прислониться? К маменьке, только к ней. Ты единственная, кто может пожалеть меня. Горький, да, и довольно рано умирает отец, тоже внезапно совершенно. Выиграл суд в Туле, вышел и упал на площади, умер от кровоизлияния в мозг. Левочке было 8 лет тогда. Отца он знал, очень любил, но рано потерял. И братья Толстые, их четверо, и Маша, сестра, остаются сиротами. Дальше мы та, что по двум тетушкам. У Горького немножко обратная ситуация. Совсем маленький он еще. Мать и отец, Максим и Варвара, переезжают в Астрахань. Отец становится конторщиком астраханского пароходства. Эпидемия холеры. Алеша заболел холерой, отец ухаживал за ним, заразился. Мальчик выжил, отец умер. То есть он был невольной причиной смерти отца. Варвара невероятно любила мужа. И в силу этого, после этого не любила сына. Потому что он был причиной смерти ее горячего любимого мужа. Кроме того, Алеша стала обузой. Ей второй раз нужно было выходить замуж. Вот почему, собственно, он вырастает, если кто-то читал детство Толстого. Он растет у дедушки с бабушкой. А потом, когда умирает Варвара, она тоже довольно рано умерла. Она вышла второй раз замуж, неудачно. Умерла от туберкулеза. И конец детства, дедушка говорит Алёше, Алёше, ты не медаль на шее. На шее у меня не место тебе. Ступай-ка ты в люди. Фактически он выдворяет мальчика из дома, потому что кошерины разоряются. До этого он держал внука, потому что была жива дочь. Дочь умерла. И мальчик отправляет. Начинается этот период скитальчества Горького. И поэтому у Горького тоже болезненное отношение к теме матери. Отсюда повесть мать. Ее не поймешь, пока не поймешь, что главный герой не Павел Власов, конечно, там. Главный герой Ниловна. И только когда Пелагея Ниловна понимает как бы правду детей, как она их называет, Павла и его друзей, революционеров, только тогда революционная идея приобретает как бы сакральный характер. Она оправдана принятием этой идеи верующей Ниловной. Это тема матери. И конец их, финал жизни, к ней странно, тоже очень похож. Оба оказываются в золотой клетке. Толстой в Ясной Поляне, горячо любимый им Ясной Поляне, поляне, с которым он, тем не менее, уходит, бежит. Там был конфликт, конечно, связанный с женой, с завещанием. Но и другой момент. Толстого угнетает вот это всеобщее внимание к нему. Он слишком публичная фигура. В Ясную Поляну идет огромное количество людей. Паломничество в Ясную Поляну. Его бесконечно фотографируют. Первый русский оператор Дранков бесконечно снимает его, значит, на кинопленку. И существуют такие записи кинохроники Толстого. И он уходит из Ясной Поляны, бежит. Что касается Горького, то после возвращения в СССР он оказывается тоже в такой золотой клетке. Невероятное публичное внимание к нему. Он писатель номер один, конечно, советский. Друг Сталина, которому другом не был, конечно, но считает, что он друг Сталина. А при этом он не выездной. Его не упускают за границу. Вот особняк Рябушинского в Москве, который ему дали. Московская как бы квартира. Дача в Крыму в Теселе. И есть такие воспоминания Ильи Шкапе, советского писателя. Он был тогда молодой еще. Он в Крыму разговаривал с Горьким. И тот говорит, обложили, закрыли. Непривычный сие, говорил он. А бежать некуда уже. Тоже, так сказать, что-то общее есть. Но самое главное, что и Толстой, и Горький – это, безусловно, две ключевые фигуры конца XIX – начала XX века. Вот этого многие не понимают. Толстой воспринимается как писатель сугубо XIX века. Классик такой, да, Седобородый, автор «Войны и мира», Анна Каренина и великих романов. Да, это великие, безусловно, романы. Но то, что Толстой, без Толстого не представим Серебряный век, вот рубеж веков, это не все понимают. Так же и без Горького. Так же и без Горького. Вот когда я стал заниматься глубоко биографией Толстого и Горького, что я выяснил? Во-первых, вы не найдете в переписке, в дневниках даже частных людей конца XIX – начала XX века, чтобы было такое, чтобы они не упоминали Толстого. О Толстом говорили все, Толстого обсуждали все. Вот можете вы поверить, что не выходило ни одного номера газеты в это время, где бы хотя бы не упоминался Толстой. Толстой – это первый писатель, русский писатель, который становится медийной фигурой. А что такое медийная фигура тогда? Тогда выходит огромное количество газет. Радио нет, телевидения нет, интернета тем более нет. Но выходит огромное количество газет. Работает телеграф уже. И новости о Толстом, вообще о каждом его движении в Ясной Поляне, о каждом его условии немедленно разносятся по газетам. Когда Толстой уходит из Ясной Поляны, вот эти 10 дней, когда он уезжает на коляске, до момента, когда он умирает в Остапове, на железнодорожной станции. Потом современники сравнивали эту новость, писали, что что-то подобное происходило только, когда началась Первая мировая война. Вот просто все мировые газеты об этом писали, отслеживали каждый день просто движение Толстого. Второй медийной фигурой среди русских писателей становится горький. Только Толстой становится позже, как бы уже на старости, да, в 90-е годы начинается вот такой вот невероятный какой-то интерес вокруг него. И связанный, кстати говоря, не с романами, а с его идеями, с его философией, вот с этим, с его неожиданным вот этим взглядом на мир, с той новой религией, которую он приносит. А с Горьким это происходит в молодости. Уже первый сборник его очерки рассказа, который выходит в 1892 году, приносит... В 98-м году, извините, в 92-м первый рассказ его появляется, Макар Чудра в газете «Кавказ». Приносит ему невероятный просто успех. Невероятный успех. А уж когда выходят Станиславские в МХТ ставят пьесу на дне, то слава Горького становится просто снагосшибательной. И мировая слава, опять-таки. Ведущий берлинский театр, Клиент-театр Макса Рейнгарта, поставивший на дне, под названием «Ночлежка», правда, в Берлине, эта пьеса выдержала 500 аншлагов подряд. Больше такого вообще в истории театра не было и не будет, наверное, никогда. Они встречаются в 1900 году. Горький приезжает к Толстому в Ясную Поляну, он уже очень известен, на дне еще не поставлено, но уже рассказы его читаются по всей России, уже переводятся на многие языки. Софья Андреевна... Толстой не любил сниматься с писателями. Вы найдете очень мало фотографий Толстого с кем-либо из писателей-современников. Например, с Чеховым, которого Толстой очень любил, есть только одно фото. Это в Гаспре, когда Толстой болел в Крыму. Толстой был в Гаспре, Чехов в это время жил в Ялте, Чехов тоже уже был болен. Он приезжал к Толстому, и Софья Андреевна их сняла. Софья Андреевна – это жена Толстого, по счастью, она еще очень хороший фотограф была. Она посадила их рядом и сняла. Есть фотография Толстого с Чеховым единственная. Есть фотография Толстого с Горьким. Очень интересно. Толстой старик, тоже Софья Андреевна сделала, тоже поставила их рядом. Она понимала, что нужно сделать этот снимок. Мудрая женщина была. Толстой старик, у него такой мрачный, довольно хмурый вид, он засунул пальцы в руку, характерный уже за пояс. И рядом стоит Горький, такой высокий, в котелке, в длинном пальто с тростью. Немножко похож на Чаплина, только Чаплин был маленького роста, а Горький – очень высокого. Стоит такой патриарх и стоит модный писатель. Не понимая еще, конечно, Толстой понимал, что пришел какой-то новый писатель, но что этот писатель будет спорить с ним, что он по известности сравняется с ним в начале века, а в какой-то момент Горький сравнялся с Толстым по своей известности. Толстой вряд ли предполагал. Да, вот еще один момент в их биографии, который их сближает. Я сказал, что Горький все время жил на перекладных, но у Горького тоже было два момента в его жизни, когда он вел достаточно оседлый образ жизни. Когда говорят, что Горький – пролетарский писатель, это не совсем верно. Во-первых, он не из пролетариата происходил. Он все-таки, я повторяю, родился в семье достаточно зажиточного владельца красильного цеха Василия Васильевича Коширина. А во-вторых, Горький ничего не писал про пролетариат почти, кроме повести «Мать». Это единственная, собственно, его такая вещь про рабочий класс. Горький писал, вот интересный очень момент, кто были любимыми героями Горького. Это, с одной стороны, босяки, такие отпетые люди, ничего не имущие. Челкаш, Мальва, Сатин на дне. А, с другой стороны, это купцы-миллионщики, очень богатые люди. Поскольку он происходил из Нижнего Новгорода, Нижний Новгород – это столица русского купечества, оттуда все эти семьи Мамонтовых, Морозовых, Рябушинских, все старообрядческие, кстати говоря, семьи. То его очень интересовала эта тема. Отсюда Фома Гордеев, Васа Железнова, Егор Балычев и другие. Вот две абсолютно разные такие социальные страты его интересовали. Так вот, Горький, я говорю, что жил на перекладных, но при этом два как бы не момента, а достаточно длительных периода его жизни, когда он вел все-таки оседлый образ жизни. И это Италия, это Капри и Соренто. На Капри он оказывается, когда оказывается в первой миграции, он участвует, реально участвует в первой русской революции. Собственно говоря, первая русская революция началась с кровавого воскресенья, 9 января, да? А потом вот сами уже выступления, все эти баррикады начались с воззвания к рабочим, которые как бы писал Гаппон, который вывел тогда рабочих на вот эту дворцовую площадь, и случился этот страшный расстрел. На самом деле это воззвание писали Горький и Рутенберг, СССР. Гаппон писал под их диктовку, находясь в квартире Горького. После чего Горького арестовали, посадили в Петропавловскую крепость, потом выслали, он потом едет в Америку, а потом оседает на Капри, остров, которому очень понравился, и живет там 7 лет. 7 лет вообще практически безвыездно. И на Капри... Вот Толстой умирает в 1910 году. Горький в это время на Капри. На Капри он фактически моделирует Ясную Поляну. К нему постоянно паломничество. Вот я был на Капри, прожил там 7 дней, чтобы понять, как Горький мог прожить на этом маленьком острове 7 лет. Ну, во-первых, я понял, что там можно прожить 7 лет, потому что там очень хорошо, там невероятно красиво, 360 градусов вокруг тебя, сплошная красота. Ну, 7 лет многовато, наверное, нет? А вы знаете, вот я говорю, дело все в том, что он не жил в одиночестве. Туда приезжало огромное количество людей. Причем туда приезжали и знаменитые люди, и Ленин, и Шаляпин, и Леонид Андреев, и Бунин. Кто там только не был. Там все время были гости, там все время были люди. Туда было паломничество определенное, как в Ясную Поляну. И не то, что Горький сознательно это моделирует, но в какой-то степени он подхватывает как бы эстафету Толстого. Толстой в Ясной Поляне, туда все время едут-едут люди, со всего мира, знаменитые люди тоже. И Горькому тоже едут. А второй момент, когда он уже после революции, иногда ошибается, что он снова жил на Капри, он семь лет живет в Соренто. Это тоже не Аполитанский залив, маленький городок, невероятно красивый, такой вертикальный. И в это время и на Капри, и в Соренто он пишет свои лучшие вещи. Вот такой период оседлой жизни, невероятная красота и творческий взлет. Как Толстой в Ясной Поляне писал лучшие свои вещи, так Горький в Италии только уже пишет свои лучшие вещи. Но самое главное, это как бы биографические моменты, самое главное, что сближают эти фигуры, то, что невероятный, но я не говорю про творчество, оба гениальные писателя, это безусловно, про Толстого нечего говорить. Анна Каренина, самый экранизируемый в мире роман. Приезжайте за границу, скажите, русский писатель, вам скажут, Лев Толстой. Я одно время ездил по книжным ярмаркам международным, всегда когда ты говоришь людям, I'm Russian writer. Айу Толстой, а у Достоевский? Я сначала думал, они смеются. Вы Толстой или Достоевский? Потом я понял, что некоторые всерьез спрашивают, для них русский писатель – это Толстой, ну или Достоевский. Варианты два. В смысле, они прямо спрашивают, вы Толстой? Серьезно. Вы Толстой? Да, да, вы Толстой, русский писатель, вы Толстой? Я надеюсь, вы утвердительно отвечаете на эти вопросы? Ну, иногда я шутил, я говорю, да, я Толстой, конечно, Толстой. Вот. как бы понятно, да, что, но невероятный диапазон, как фигура, невероятный диапазон общения. Толстой, который близко общался там в молодости с Тургеневым, да, Некрасовым, с другой стороны, поздний Толстой, я уже не говорю, там Репин, там Чехов и так далее, но к нему там Ламброза приезжает из Италии, да. Последнее письмо Толстого в виде такой статьи, как бы потом было опубликовано письмо индусу, он переписывается с Ганди, который потом Махатмой становится главным вообще человеком в Индии. Молодой Ганди из Лондона пишет Толстому, он толстовец, Ганди был толстовцем. Вообще надо понимать, что очень многие люди, в том числе великие люди того времени, либо начинали, как толстовцы, в том числе Горький. Горький, молодой Пешков был толстовцем. И первый его визит к Толстому неудачный, это конец 80-х годов, Алеша Пешков, Пешков, правильно, да, от лица молодых людей, с которыми он на станции железнодорожной работает, едет к Толстому просить у него денег на то, чтобы открыть такую толстовскую коммуну и работать на земле. Он сначала едет в Ясную Поляну, где пешком, где, значит, на товарниках, прибывает в Ясную Поляну, Толстой в Москве. Он едет в Москву, Толстой ехал в Троице Сергиево-Лавру. Его встречает Софья Андреевна, напоила его кофе, дала ему булочку. Она очень не любила толстовцев и сказала, что к Толстому обчисляется очень много бездельников и вообще мир изобилует бездельников. Горький это запомнил. Обида эта в нем сохранилась потом. Но, кстати говоря, Софья Андреевна написал потом один из лучших очерков, очень проникновенный такой. И очень многие, Лесков был абсолютный толстовец, не все знают, он просто говорил, что я шел со своей свечой, пока не увидел человека, который идет с факелом. Я, естественно, пошел за ним. Это Толстой был абсолютно толстовец. Чехов был в молодости толстовцем. Невероятный диапазон общения и влияния на мир. То же самое Горький. Вот я понял, в чем вообще масштаб фигуры Горького, только когда сопоставил такие вещи. Смотрите, Горький общался с Толстым, встречался с Толстым, он переписывался с Толстым, и они понимали друг друга. Он близко общался с Чеховым, они понимали друг друга. Он переписывался с Розановым, Василием Розановым, очень интересным философом, писателем, такого консервативного направления, а с другой стороны радикалом, таким художественным. И Ленинсу даже. И Ленинсу даже. Да, да. А да, с другой стороны, Горький, вот одновременно он переписывается с Розановым, и переписывается, встречается на капре с Лениным. И тоже понимает его, и слышит его, и они как бы понимают друг друга. А потом со Сталином. Ну, можете себе представить, так гипотетически, что Толстой разговаривает со Сталином. Сложно. Я не знаю, что бы они говорили. Или Розанов там с Лениным. А Горький слышит обоих, понимает. У него вот это вот умение слышать и понимать людей совершенно разного калибра, дружить с ними, переписываться. Переписка его необъятна абсолютно. Это 10 тысяч писем, которые сейчас только издаются, и огромный диапазон общения. Вот в этом уникальность абсолютно этой фигуры. Он как бы прошивает с собой весь вот этот Серебряный век. И уже первые десятилетия советской власти да, общается с такими людьми, как Толстой, там, Чехов, а с другой стороны со всеми ведущими молодыми советскими писателями, которые едут к нему в Соренто, встречаются с ними Зощенко, Каверин, Бабель. Шолохов тоже хотел выехать, его не выпустили тогда. Тоже должен был встретиться с Горьким. Вот это вот умение, опять-таки, слышать, понимать других людей. У Горького отношение к Толстому очень интересное было. Горький написал... Вообще, одни из лучших произведений Горького, это то, что называется, такие очерки-портреты. Он написал такие очерки о великих людях, с которыми он встречался. И это одно из самых сильных его произведений, включая, кстати, очерк о Ленине. Безусловно, считается одной из лучших вообще, что написано о Ленине, очень по-человечески. В школьную программу он попал заслуженно. Что-что? В школьную программу в свое время заслуженно попал. Да, я считаю, что... Ну как, ну Ленин колоссальная фигура. Ленин изменил мир, это реально. И Горький... Говорить, что он был другом, сложно сказать. У Горького было два друга. Шаляпин и Леонид Андреев, как ни странно. Вот люди, с которыми он действительно дружил. У него не так много друзей именно было. Как и у Толстого, кстати говоря. А с Лениным, ну да, да. Такие очень напряженные, невероятный интерес друг к другу, но и сложные отношения. Горький после революции уезжает, конечно, от Ленина. Он не принимает Октябрьскую революцию, он не принимает террор, он не принимает гражданской войны. И уезжает, в общем. И потом уже он уезжает от Ленина, возвращается к Сталину, кстати говоря. Тоже интересный очень момент. А к Толстому, вот очерк Горького о Толстом тоже считается во всем мире, считается одним из лучших, что написано о Толстом. Это действительно так. Он гениально абсолютно написан. Этот очерк Толстой там просто живой-живой такой. Но если внимательно читать этот очерк, это очерк не только о Толстом, но и о себе. Это очерк постоянного спора с Толстым. Вот после того, как Горький проходит искусство такого толстовства, да, увлекается философией Толстого, религией Толстого, он дальше начинает этому сопротивляться. Он ищет абсолютно свой путь. И встреча с Толстым, когда читаешь, ты видишь, как он с одной стороны тянется к этому человеку. Он для него бог, вообще. Толстой бог. Этот очерк заканчивается фразой «Этот человек богоподобен». Он описывает, как Толстой, описывает Толстого в Крыму. Он встречался с Толстым в Крыму, когда Толстой болел. Это 1901-1902 год. И он описывает Толстого, который сидит на берегу моря, прибивает вот эта волна, а ему кажется, Горькому, что это не волна прибегает к Толстому, а из него выходит это море. Он как бы выпускает это море из себя. Посейдон такой просто. И он пишет, «Этот человек богоподобен». Для Горького Толстой – бог. Но Горький-то богоборец, для Горького бог – это человек. Человек с большой буквы, да, человек – это звучит гордо. Горький приходит к своей религии, религии человека. Все в человеке, все для человека. И Толстой в этом плане воплощает для него вот это человека как произведение, невероятное произведение такого человеческого искусства, да. Вот создал же природу, или бог создали же вот такого гения. А с другой стороны, он сопротивляется ему, потому что с богом надо бороться. И вот этот момент борьбы как бы с Толстым, а он молод еще, он пишет, «Он, черт, а я младенец, не надо бы ему связываться со мной, да он с тобой не связывается». Для Толстого в то время Горький еще, в общем, молодой писатель. Он, конечно, пристальный, но он интересуется ему, он читает его. Я, кстати говоря, в «Ясной поляне» смотрел пометки Толстого на ранних произведениях Горького. «Красным карандашом» очень интересно, как Толстой относился к писателям-современникам. Это примерно так. Скверно, очень скверно. А здесь неплохо. Но Шекспиру еще больше досталось, по-моему, от Толстого. «Красным карандашом» – это другая история. Я очень люблю эту историю. Толстой в Крыму, Чехов приходит к нему, приезжает из Ялты, и как-то Чехов от него уходит, а Чехов уже пишет пьесы, и пьесы становятся известными, а Толстому они не нравятся. Толстой сам, кстати говоря, был великим драматургом. И «Власть тьмы», и «Живой труп» – это совершенно потрясающие пьесы. «Пьесы Чехову мне нравятся». И Чехов от него уходит, и Толстому говорит, «Антон Павлович, Шекспир писал плохие пьесы, а ваши еще хуже». Это невероятно, потому что сегодня есть два мировых драматурга, равные по своей значимости. Только два. Это Шекспир и Чехов во всем мире. Вот просто два мировых драматурга, самых главных. Лев Николаевич продемонстрировал изысканный вкус. Да, Лев Николаевич в этом плане, да. Но он бог был, поэтому бог может, у него могут быть свои мнения. Вот. Или Горький читал пьесу «На дне», Толстому в Крыму опять-таки вслух читал. Толстой выслушал и задал только один вопрос. Он сказал, «Зачем вы это написали?» Вот это тоже. Но. Это тоже очень интересный момент. Я говорю, что Горький постоянно спорит с Толстым. В этом своем очерке. И всю жизнь с ним спорит, на самом деле. Но любопытно, что и у Толстого... Толстой, я говорю, он все-таки на всех писателей, современник, ему же так сверху вниз смотрел. И имел, в общем, на это законное право. Даже Чехова он любил больше, как человека. А вот Горького, когда он прочитал уже потом в окончательной редакции пьесу «На дне», он записывает в дневнике интересную вещь. Лука говорит одну фразу, да, в «На дне», что... Его спрашивает Васька Пепел, «Бог есть или нет? Старик, скажи». Он говорит, «Если веришь, то есть, а если не веришь, то и нет». И Толстой пишет в дневнике. Это вроде бы мои. Бог в душе, да? Это мои слова. Но это же тогда Бога нет. То есть он тоже как бы ввязывается, спор с Горьким. Так что это очень сложные были отношения. Отношения двух великих, величайших людей, безусловно, этого времени. И последнее, что я хочу сказать, что сегодня Толстой и Горький невероятно актуальны. Ну, Толстой актуален всегда, но для меня была некоторая неожиданность, что Горький очень актуален становится очень... Именно сегодня фестивали, постоянно посвященные Горькому, проходят. И в прошлом году во время фестиваля Горький плюс я говорил с Евгением Мироновым, актером, руководителем Театра нации, который возглавляет фестиваль Горький плюс. Он сказал очень важную вещь. Я говорю, почему Горький снова так актуален? Он говорит, потому что он личность, которая жила в ту эпоху, которая похожа на нашу. Происходят необратимые вещи, меняется мир, мир уже не будет тем, кем он был вчера. Так же было в начале 20 века, и так происходит сегодня. Поэтому и Толстой и Горький сегодня становится вновь так актуальным. Спасибо. 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 Друзья, дорогие, у меня такое предложение. Значит, наш гость благожелательно оставил время для вопросов. Я задам несколько вопросов для разгона, для разогрева. Пожалуй, предупреждаю и вас, Павел Валерьевич, и присутствующих, что это будет вопрос попсовый, дурацкий, вкусовой и провокационный. У меня предложение к присутствующим пока подумать над собственными вопросами, а процедурно мы организуем это следующим образом. Вы будете поднимать руку, я так понимаю, у нас есть в зале в шатре микрофоны, да, вот мне показывают, и вы в микрофон будете озвучивать эти вопросы, то есть, если позволите, без записок, да, там может быть кто-то привык к запискам, но давайте так устно. У нас есть некоторое время, немного, но оно есть. Ну что, поехали. Начну с самого попсового вопроса из всех возможных. Павел Ильич, почему два этих титана остались без Нобелевских премий по литературе? Могу себе представить, сколько раз в жизни вы с коллегами обсуждали тему, кто достоин, кто не достоин, кто такой опять тот, кому дали, почему там Борхесу не дали, Мархесу дали и так далее. Что случилось Толстой и Горький? Я так понимаю, вы не сомневаетесь, что они заслуживали? Ну, мало кто сомневается. Не только не я сомневаюсь, все не сомневались. Две разные истории. 901, по-моему, год, когда первый раз вручалась Нобелевская премия, ну, все знают, да, она задумана Нобелем, была магнатом, и в том числе по литературе, потому что литература тогда была всем. И никто не сомневался в мире, что первую Нобелевскую премию получит и должен получить Толстой. Но это было всем просто очевидно. Это был главный писатель мира тогда уже. И, конечно, да, было принято решение, что да, Толстой, но Нобелевская премия, как бы тогда они все-таки решили узнать. Толстой человек же эксцентрический был очень, взгляды-то у него такие были. Все-таки, значит, решили узнать, а как он отнесется к этому. И окольными путями к нему обратились. Он сказал, премия, ну, в принципе, ну да, но только я денег-то не возьму. Он же деньги не брал, он отказался от денег, от гонораров, от сил, а пусть духоборов там, духобором отдадут. Духоборы это религиозная секта, которой Толстой помог выехать, потому что здесь их преследовали в России, помог выехать в Канаду, там несколько тысяч человек, до сих пор огромная диаспора там живет. И это, конечно, было бы оскорбление для Нобелевского комитета, ну, старик вот так решил. Но, кроме того, Нобелевская премия подразумевала публичную речь и подразумевает Нобелевский Дуреат, должен произнести публичную речь. И они опасались, что речь Толстого будет уж очень радикальной. Вообще, надо понимать, насколько Толстой был радикальный мыслитель. Я переспрошу, опасения насчет радикальности в плане религиозности, политики, пацифизма. Антицерковные. Швеция достаточно, как это ни странно, достаточно религиозная страна. Мы думаем, что там мы очень религиозные. Я вас уверяю, религиозная страна это Америка, Польша и даже, как ни странно, Швеция. Поэтому решили и дали, господи, я все время забываю, как его звали, французский эссеист, которому дали первую Нобелевскую премию, никто сейчас о нем не помнит. Решили, значит, что вот так вот. С Горьким была другая история. Горького четыре, по-моему, или пять раз номинировали на Нобелевскую премию, причем там Томас Ман номинировал там и тоже было очевидно, потому что в это время, Горький в это время за границей уже живет, конец 20-х годов, и ему должны были дать эту премию. Но там другая была история. Дали Бунину в результате. Там были, собственно, кандидатами Горький, которых несколько раз номинировали. Горький, Шмелев, Бальмонт, поэт, и Бунин. Вот четыре человека. И все понимали, что Горький, конечно, Горький. Наиболее известный в мире писатель. Из этой четверки точно. Дали Бунину, его номинировал Ромэн Ролан. Почему Горькому не могли дать Нобелевскую премию? Нобелевскую премию непосредственно вручает шведский король. Вот просто из рук в руки Нобелевский диплом отдает. Нобелевский король составил в родстве, они же все были там в родстве, с Николаем Вторым, с семьей Николая Второго. Ну, в дальнем каком-то, но родстве. Большевики расстреляли царскую семью. И как бы королю, а Горького, несмотря на то, что он там уехал от Ленина и считался политическим иммигрантом, он все равно оставался по факту, он оставался все равно гражданином Советского Союза, он не принимал иностранного гражданства. И, кроме того, его воспринимали как коммуниста, потому что в 905 году он действительно вступает в партию большевиков, а в 17-м выходит из него, об этом не все знали. В 17-м году происходила перерегистрация в АКПБ, и Горький не перерегистрировался. Он с 17-го года не был коммунистом. Но это неизвестно было. Поэтому его связывали с коммунистами. И как бы шведскому королю вручать человеку, который связан с убийствами твоего родственника... Я коротко спрошу, а с Шолоховым король уже сменил гнев на милость? Его уже не беспокоила тема партийной принадлежности? Но Шолохов все-таки не был другом Ленина. Вы понятны. Да. Не был другом Сталина. Поэтому там немножко другая была история. Понятно. Ну, такой дурацкий или дилетантский вопрос. Но в самом деле много лет мечтал встретить человека, которому этот вопрос можно задать. в 1856 году Флабер опубликовал «Мадам Бавари» и в 1800, напомните, Анна Каренина, 77 год. 77 год. Заканчивается публикация в «Русском вестнике» отдельным изданием в 78-м. Вы, наверное, понимаете, к чему я клоню. История супружеской измены, самоубийство в конце. Толстого не подозревали? Ну, я не могу произнести слово «плагиат». Но не было ли каких-то разговоров о том, что вот французики повлияли на нашего великого живого классика и в целом тема была подхвачена все-таки из французской романистики? Да были, конечно, конечно, были. Больше того, Толстой же франкофон был такой. Он по-французски говорил не хуже, чем по-русски. И даже он в дневнике где-то признается, что он думает по-французски иногда. Он пишет, что у меня так легче формулировать мысль. А потом уже ее в дневник заносят по-русски. Конечно, он читал Флабера, конечно, он читал госпожу Бавари. К тому же к тому времени она уже и на русский была переведена, переведен этот роман. Роман был очень скандальным. Флабера к суду привлекали за него. Поэтому все знали о госпоже Бавари. И Толстому говорили, конечно, да, что, в общем, уже 20 лет назад тема-то, в общем, описана. Измены жены мужу и то, что она кончает самоубийством. Толстой на это, знаете, как бы делал глухое ухо. Он даже нигде не признается в том, что он читал госпожу Бавари. Я вот специально просто провел это расследование, стал сказать, ну, хоть где-то он признался, что он госпожу Бавари прочитал. Конечно, прочитал. Больше того, в Яснополянской библиотеке есть вырезка из журнала, по-моему, «Вестники Европы», где печаталась госпожа Бавари на русском языке и там как бы это хранилось. Толстой невероятно любил французских писателей. Он говорил, что единственный человек, который на него повлиял на батальные сцены в войне и мире, был Стендаль. Это Пармская обитель. Он говорил, что так, как Стендаль описывать батальные сцены не мог никто, поэтому вот он у него учился. Он обожал Руссо, был русоист абсолютный. Он обожал Паскаля как философа. А Флабери Толстой всегда отзывался очень сухо, что да, да, мастер, да, мастер. И все. И нигде не признавался по поводу госпожи Бавари. Но это все-таки очень разные романы, на самом деле очень разные. Понимаете, Эмма все-таки простушка такая деревенская, которая мечтает о такой красивой жизни, находит как бы ее и потом расплачивается за это. Соблазняет ее со словами «так делают в Париже», в Карете. А Анна это же тайфун, это же вулкан, это же совершенно немножко другое. Абсолютно. Ну а потом, вы знаете, в России свои были, в России была уже написана «Гроза Островского», она тоже раньше была написана. Понятно. Спасибо. Ну, вкусовые суждения. Я понимаю, тема для отдельной лекции, но мы не можем не воспользоваться и не спросить вас о ваших отношениях к экранизациям. Давайте так экономим время. Экранизация Анны Карениной, экранизация Клима Сангина, с моей точки зрения, потрясающая. Я вас не программирую ни в коем случае. Ну, вас с Железного, войну и мир давайте трогать не будем, это пусть будет отдельной темой. Может, спросят кто-то. Ваше отношение к экранизации? Значит, Анна Каренина самый экранизируемый в мире роман. Около 40 экранизаций его существует. Я смотрел многие, но не смотрел, конечно, все. У меня одна из последних книг называется «Подлинная история Анны Каренина». Я написал такое исследование этого романа, и в том числе про экранизации тоже пишу там. Экранизации очень много, экранизации все по-своему интересные, даже египетская есть экранизация Анны Карениной. Моя любимая экранизация, я тут вполне традиционен, это Александр Зархи, это Самойлова, это Лановой в роли Вронского, это Яковлев, это Гриценко в роли Каренина, я считаю, что Гриценко лучше всех сыграл Каренина, потому что он показал настоящую драму этого человека, это очень интересный персонаж. Что касается Клима Самгина, сериал, еще советский сериал, мне он очень нравится, может быть, даже больше, больше отчасти самого романа, я сейчас перечитываю как раз жизнь Клима Самгина, и у меня сложное отношение к этому роману, роман очень глубокий, роман очень сложный, вообще, знаете, о чем жизнь Клима Самгина? Жизнь Клима Самгина о том, как люди выдумывают себя, но плохо выдумывают, и весь роман, огромный роман построен на том, что люди себя выдумывают, но все выдумывают себя бездарно. Ну, это какой-то пинок в Серебряный век, получается. Серебряный век, но одна отчасти пинок в сторону людей, в сторону людей отчасти. Вот я сказал, что Горький автор потрясающих очерков о великих людях, и Ленин, и Толстой, и Леонид Андреев, и Чехов, и Блох. Почему? Потому что с его точки зрения это люди, которые замечательно придумали себя, они создали из себя произведения искусства, а в жизни Клима Сенгина череда людей, которые плохо себя выдумали, и это немножко тяжело читать. А экранизация потрясающая совершенно, и очень интересный лейтмотив, там вот этот романс на стихотворении Лермонтова, «Выхожу один на дорогу», как-то удачно очень найденный. А экранизация Анны Карениной, много, Бондарчука экранизация «Войны и мира» потрясающая совершенно, Бондарчук просто душу увозил в эту, это его было. У него две мечты было в жизни снять «Войну и мир», он ее снял, ему дали много денег, слава Богу, и вертолетов, чтобы снимать батальные сцены, и «Тихий дон» он мечтал снять, но денег ему уже не дали, потому что дали иностранцы, заставили взять иностранных актеров, Руперт ужасный в роли Мелехова, и в общем это, и он не смог доснять до конца, уже сын монтировал этот фильм. Слушайте, дожму эту вкусовую тему и заодно подойду к провокационному вопросу. Да, а BBC последняя экранизация «Войны и мира», мне тоже нравится. А в BBC-то Пьер Безухов не лучше Бондарчука? Да, он на Гарри Поттера там похож немножко, Пьер Медвежистый должен быть, но он невероятно обаятельный, а что касается Андрея Балконского, тоже очень интересно, говорят, нет, это не Андрей Балконский, это какой-то шотландский лорд, ну да, потому что англичане видят Балконского как своего аристократа. Можно я вот скажу одно интересное, я был в Шотландии и ко мне подошел один человек, мы там выступали и сказал, скажите мне, почему шотландские аристократы с героями войны и мира себя больше идентифицируют, чем с героями, скажем, романа Остин «Гордость и предубеждение». Хотя это английский роман, а тут русский, я говорю, не знаю, ну вот так вот. Поэтому это английский лорд, для них Балконский это английский лорд. Я должен вам рассказать, дорогие друзья, что в ютубзике я видел запись выступления нашего гостя, где ему задали потрясающий вопрос, я его задавать не буду, Максим Горький в нынешней политической конфронтации был бы за кого. Обычно спрашивают про Высоцкого, Цоя, Егора Летова, а тут скоро уж, видимо, и про Ломоносова будут спрашивать. Но я, вы неплохо ответили там, я этот вопрос не задаю, но провокационный задам. Я хотел бы спросить, а как у Горького обстояло дело с народолюбием, с отношением к русскому крестьянству, я вспоминаю его очерк о крестьянстве, написанный после гражданской войны, это что-то чудовищное, как сказали бы на госканалах русофобское. Как было ли у него вот эта интеллигентская вера в то, что народ является там носителем какой-то правильной истины, что вся дурь идет от начальства, а народ на самом деле знает, как надо. Понятен вопрос? У Горького очень сложное мировоззрение было, это по поводу того, значения на стороне было сейчас. В Климе Самгине есть две ключевые фразы. Одна, был ли мальчик, а может мальчика это не было, это относится ко всей интеллигенции, были ли вообще эти люди плохо себя придумавшие. А второй, ключевое слово, которое через весь роман происходит, это не хочу. Это Клим все время повторяет, ему как бы навязывают определенную истину, определенную позицию, а он отталкивается, не хочу, не принимаю. Это Горький. Он как бы всех слушал и ничего не принимал, поэтому очень сложно сказать. Что касается отношения к народу и к интеллигенции, я говорю, двоякое, Горький вообще такой сложный человек. Народ и народ. С одной стороны, у него есть статья о разрушении личности, где он пишет, что когда личность отрывается от народных корней, она разрушается, она гибнет. И вся, как он считал, мировая культура, она вышла из фольклора, она вышла из народного творчества. И как только она от него отрывается, она чахнет и умирает. А с другой стороны, да, отрицательное отношение к крестьянству. И это с молодости у него еще было. Во время странствий по Руси, представьте себе, приходит вот этот молодой человек, например, приходит в село Кандыбино и видит, как женщину голую везут на телеге и бьют плетьми за то, что она изменила мужу. И он бросается на ее защиту, потому что он идеалист. Его избивают до полусмерти и бросают умирать вообще там за околицей. Он понимал, что очень много жестокости. Он считал, что и отчасти справедливо считал, что жестокость гражданской войны обусловлена в том числе просто жестокостью народных масс, потому что бьются-то они. И отсюда о русском крестьянстве, но и к интеллигенции, соотносится горький горой за интеллигенцию. Он пишет, интеллигенция это соль земли, вернее соль, которую бросят в народное море, она рассосется там и ее не будет, а они-то и создают культуру. Тут сложно все. Принимаю полностью вину на себя, занял много времени, но немножко времени есть для вопросов. Пожалуйста, будьте добры, сейчас вам дадут микрофон и обозначьте поднятием рук, кто еще хотел бы задать вопросы. Здравствуйте, меня зовут Галина. Вот подсказали вы мне, как сформулировать вопрос. На самом ли деле Лев Николаевич хорошо выдуманный человек, придуманный человек, ведь он надумал много подвигов и сам не смог их довести, он не соответствовал своим подвигам. Толстой как личность? Да, как человек. Своему творчеству быть жизнью, то есть он надумал много всего в своей жизни, но он сам этому надуманному не соответствовал он нарушал свои же заповеди, он нарушал в общем то, что надумал, то и не свершилось. Ну, я поспорю с вами, хотя вы, может быть, можете вы тоже быть правы, разумеется. Значит, вокруг Толстого существует очень много мифов. Очень много мифов. Один из таких злых, как я считаю, мифов о Толстом, это то, что он своей личностью, своим поведением не соответствовал собственным нравственным установкам. Почему-то считается, что Толстой постоянно изменял своей жене, значит, с крестьянками, там проще. Это чушь абсолютно. Он ни разу, на протяжении своей жизни, ни разу не изменил своей жене. А вы что? Меня спрашивают, откуда ты знаешь? Я говорю, откуда вы знаете, что изменил? Значит, жизнь Толстого после женитьбы, она абсолютно прозрачна. Я уж не говорю там в позднем возрасте, когда там просто он за стеклом жил. И есть дневники Софьи Андреевны. Софья Андреевна была очень ревнивая женщина. Она всячески следила за своим мужем. Есть ее дневники, есть ее воспоминания. Она пишет, я всегда знала, что Лев Николаевич никогда мне не изменял, потому что благородное отношение к женщинам в породе толстых, пишет она, имея в виду братьев Толстого, которые тоже были, разные были истории, тоже очень были благородные отношения к женщинам. В этом плане, я считаю, что Толстой как раз достаточно цельным был человеком. В молодости, да, у него был небрачный сын от крестьянки, но это молодые годы. Пожалуйста, да, пожалуйста. Можно вас назвать гражданин в шляпе? Благодарю. Меня зовут Роман. Вопрос, возможно, покажется немного глупым, но он меня давно беспокоит. То, что произведение Толстого «Война и мир» — это нечто колоссальное, очень важное для развития человека и вообще, особенно в рамках культуры, это несомненно, но я думаю, многие согласятся, что то, когда мы с ним сталкиваемся, особенно в рамках современной системы образования, нас отпугивает от этого произведения. Я сам первую главу даже не осилил, хотя очень хочу как-то взять, сопрочитать, но банально опасаюсь, насколько получится. И поэтому вот такой немного странный, возможно, вопрос. Когда лучше браться за чтение «Войны и мира» человеку? Прекрасный вопрос, на который коротко можно ответить, кстати. Хорошо, коротко скажу. Я считаю, что да, современному особенно школьнику читать «Войну и мир» сложно, они просто вообще длинные фразы не воспринимают, тем более такой объем, но современный школьник должен знать, кто такая Наташа Ростова, кто такой Андрей Балконский, кто такой Пьер Безухов, потому что, когда они вырастут и выйдут за границу, где все знают Толстого, Толстой невероятный, он всемирный писатель, поэтому нужно знать. Русский человек должен знать героев войны и мира. Через экранизации, хоть через комиксы, пусть учителям хоть сюжет расскажут. А читать, ну, мне кажется, в школе стоит воскресенье, более короткий роман, более емкий и очень важный для нравственного развития, мне кажется, человека. Вот мы увидели, что вы можете коротко отвечать на вопросы. Вот такой короткий вопрос, короткий ответ по поводу частотного слова нашего мероприятия, фестиваля. Вот когда вы слышите слово энергия, энергия, вопрос не про Толстого и не про Горького, а про вас. Что это такое для вас? Где черпаете, черпаете? Ой, энергия. Энергия-то, ну, мне кажется... В чем энергия, брат? Для меня в чем энергия? Ну, в частности, в Толстом. Отлично. В частности, в Толстом. И в Горьком тоже. Спасибо огромное. Спасибо. Это было невероятно интересно. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что вы почувствовали, что не зря приехали сюда, в наш город. Спасибо. Спасибо.